Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Доверяй, но проверяй, сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС все же решили пройти по всем 14 торговым точкам Нефтекамска, где продаются фейерверки. Если не наказывать, то хотя бы еще раз напомнить предпринимателям о правилах реализации пиротехники и требованиях безопасности. В силу поддержки правительства Российской Федерации, субъектов малого и среднего предпринимательства, проверки как таковые в этом году не проводятся. В отношении них проводятся только профилактические мероприятия. То есть это инструктажи, консультации. В последнее время, по словам инспекторов, предприниматели стали ответственнее. Закрытые витрины без доступа покупателей, пожарная сигнализация и огнетушители. Если раньше об этом приходилось напоминать, сейчас все появляется в месяц с торговой точкой. Это порошковый огнетушитель. Я объясню, как им пользоваться. Им пользоваться очень легко. Выдергивается ЧК без особых усилий. Раструк направляется в очаг пожара и дозируется подача огнетушительства рукояткой. Данным огнетушителем можно тушить как твердый горючий материал, горючие жидкости, газы и электроустановки до 1000 вольт. А вот самих покупателей пока безопасность интересует далеко не в первую очередь. Сертификатам срок угодности и целостности упаковки предпочитают громкие названия и количество залпов. Интересуют в основном на юбилеи и к Новому году уже просматривают цены потихоньку. Салюты, чем больше залпов, тем лучше говорят. Я им все равно рассказываю, показываю, что срок годности у них до 20-го, до 17-го года в основном здесь. Сертификаты пока не спрашивали, но всегда под рукой, если что. Еще одно требование, о котором не стоит забывать ни продавцам, ни покупателям. Любую пиротехническую продукцию, будь то фейерверк, петарды или даже бенгальские свечи, запрещено продавать детям до 16 лет. В этом году в городе Агидель уже возбуждено одно административное дело. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа за то, что он реализовал пиротехническую продукцию ребенку младше 16 лет. Ребенок получил в результате увечья, травму глаза. Инспекторы напоминают и о том, что пиротехнику запрещено использовать в закрытых помещениях, а также на балконах. И помните, о собственной безопасности должны заботиться в первую очередь мы сами. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин